ну что же всем привет ребят него прежнего зовут урубандрю мы с вами играем в сети skyline с модами это уже 12 серия добро пожаловать очень давно я не снимал сеть skyline вернее серия записано сетон давно но почему-то у меня последнее время мне прям очень понравился транспорт февер поэтому я сейчас больше времени уделяю ему возможно зря возможно нет можете написать в комментариях что вам из этих игр 2 нравится больше но в любом случае скажу что скоро 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 будут еще другие игры в которых я потихонечку пытаюсь разобраться но улдфаги наверно поймут про что я говорю ну ладно давайте перейдем ближе к делу значит что мы делаем сегодня прежде всего я расширю частный сектор кстати забавно на самом деле мне недавно написали в комментариях вернее в чате на стриме да у нас кстати бывают стримы на удивление иногда иногда но так вот неважно что в нечестный сектор получился размером больше основного города но с какой стороны да немножко это нелогично но с другой стороны господи это сети skyline с где ну не то что нет реализма но просто вот этот вот масштаб он не всегда такой как в реальности я думаю в этом абсолютно нет ничего страшного так что я думаю стоит оставить как есть и в принципе нормально главное с высоты выглядит прикольно мне это нравится вам вроде тоже нравится я очень надеюсь поэтому оставляем так как есть и все замечательно все прекрасно а значит да расширяем и сегодня частный сектор уж очень мне понравился вот этот вот стиль он конечно более упрощенный я взял за основу в принципе такие вот районы которые в майами в основном в пригороде майами располагается где вот такие вот озера конечно там все посимпатичные может быть более ровно у меня все такое более хаотичные асимметричные так далее вот мне это больше как-то понравилось как у меня собственно мне нужно было в любом случае расширить дорогу конечно мне очень много также писали в комментариях что возможно стоит сделать какую-то объездную дорогу и скорее всего я что-то с этим придумаю возможно даже я это сделаю на стриме потому что оптимальное решение через все принимаете вы ну либо можете написать в комментариях но в режиме live как-то мне кажется много удобнее коммуницировать ну короче то скачала такую-то крутую кстати школу тоже на дом и стримов я ее ставил другом районе но вот этот комплекс мне очень очень понравился поэтому я решил вот тоже здесь разместить смотрится прикольно мне нравится ну да возвращаясь к дорогам ну просто как-то вам естественно лучше виднее как все это сделать правильно дороги расположить как-то не знаю вам честно говоря я доверяю больше чем себе ну ладно не об этом сейчас в принципе касательно частного сектора наверное это все да если что тут нужна была коммерческая зона в любом случае потому что ну как-то людям ездить в соседний город на автобусе как не очень хорошо единственно конечно да у меня сейчас большая проблема с транспортной доступностью конечно автобусы это хорошо да и в принципе мне кажется все скайлайнс нет такого понятия что вот жителям добираться с тремя пересадками плохо а без пересадок хорошо жителям мне кажется пофиг но как бы для себя мне кажется нужно как-то оптимизировать маршруты вот но в любом случае как вы можете понять у нас вот этот огромнейший просто по площади частный сектор абсолютно без каких-либо маршрутов общественного транспорта ну конечно у меня была естественно сразу идея провести трамвай но вы же понимаете урбандрю и трамваи ну последнее время это просто неотъемлемая часть абсолютно всех видео но я все-таки принял решение ну давайте хоть раз как-нибудь обойдемся без трамваев конечно с какой-то страны было бы это сделать более логичным потому что это более надежный транспорт как по мне возможно можно было сделать что-то типа монорельсы ну кстати на 5 на рельс частном секторе это тоже странная фигня нигде я особо этого не видел но с другой стороны мы же не делаем прям реальный город мы ничего не копируем и не знаю что ты попытался построить не знаю откуда мне это вообще мост ну не важно вот ну пока что пока что я решил сделать автобуса можно было конечно сделать троллейбусы но у нас одно но что если дорога широкая на ней троллейбусы ходить не могут ну типа дорог у меня таких не скачано возможно их вообще не существует поэтому пока что мы ограничимся лишь автобусами возможно потом мы что-то с вами поменяем но прежде чем проводить в принципе маршруты нужно было сделать такие мостики ну просто чтобы так мне закончилась вода кстати мне просто не хотелось чтобы люди преодолевали просто огромнейшее расстояние никому это не нужно хотя с другой стороны вот этим человечком наверное плевать но тем не менее мне этого не хотел сделать поэтому я сделал такой мостик потом еще это обоем один общем-то маршрутов тут будет естественно несколько вопрос конечно откуда не все пойдут потому что ну вы нужно может быть наверное с какой-то опять же стороны сделать конечную но с другой стороны это же не обязательно составляющая любого в принципе маршрута поэтому ну как бы можно пока и без этого обойтись но опять же если вы предложите лучшую идею в комментариях то ради бога я только с удовольствием это все как бы выслушаю и скорее всего даже реализую естественно грамотные идеи и моментально мы переносимся в другую локацию если вы помните у нас был вот такой замечательный остров который мне совершенно не нравился потому что честно говоря он был построен абсолютно на отвали он был маленький в нем мало что помещалось и смысла в нем не было потому что там было буквально пару объектов и они вообще не притягивали почти ни одного туриста и тут как бы есть и станция метро как бы смысл тогда станции метро поэтому я принял решение расширить этот остров и тесно как только начал расширять остров у меня было куча личных маршрутов но как бы естественно естественно сами понимаете что их много вот я честно говоря пропустил момент где настраивать маршруты речные потому что никому это не интересно никому это не нужно все однообразно я это уже делал в предыдущих сериях и зачем вам смотреть на это еще раз вот кстати слушайте уже на протяжении наверное огромного простое количество времени я забывал вам сказать именно в видео что у нас есть беседа в к да вы скажете у тебя же был дискорд но он как бы есть ну честно я может быть какой-то я неправильный человек возможно я какой-то старомодный и вы скажете кто сидит в к тем более сушки я не помню в украине века разблокировали или нет хороший вопрос кстати вроде да а вроде нет неважно короче у нас есть беседа в к мы там общаемся активно если хотите присоединяйтесь ссылочка есть в описании очень буду рад вас там видеть вот поэтому обязательно переходите пообщаемся поболтаем посплетничаем и так далее перемоем всем кости как я люблю это делать вот поэтому а дискорд дискордом я подумаю что делать вот мне кстати последнее время понравилось очень прям понравилась идея делать пирс и как вы понимаете это уже наверное один из многих пирсов в городе но наверное 2 крупный мне очень понравились вот эти вот ну вообще вообще насколько я понимаю это больше похоже на волнорезы но с другой стороны на пирсах я очень часто был в болгарии например там на солнечном берегу береги берегу и важно тоже есть вот такой пирс с такими вот какаем камнями наверное их так можно назвать ну короче вот короче реалистично и и это хорошо но в любом случае мне хотелось как можно больше уместить всяких коммерческих зоны и зон для развлечений там всяких парков чтобы хотя бы это место ну не то чтобы прям себя окупала но хотя бы чисто знаете для себя что я его не зря строила что сюда хотя бы чтобы люди приезжайте на самом деле находится очень прикольная станция метро который мне нравится который находится на мосту и там получается так красиво параллельно идет что вот машины ездят и поезда метро тоже есть параллельно дорогу очень круто да можете не обращать внимание на то что там сейчас пробки я это в принципе уже пофиксил так что там уже сейчас все хорошо но нет предела совершенства поэтому опять же я открыт для любой критики хоть я никогда не воспринимаю нормально но тем менее я все читаю спасибо вам большое за ваши комментарии я решил здесь тоже сделать парковую зону ну потому что все таки функционал конечно этой игры невообразимо большой но согласись он как так или иначе он ограничен поэтому парке мне кажется тут можно тоже сделать именно парк развлечений мне очень нравилось название я люблю стандартные названия но не все поэтому я пытался сделать какое-то название но в общем не пришел никакому консессу сам собой до своим альтер эго с головой проблемы очевидно и также кстати напоминаю что изначально вообще почему я начал вести канал но не то что это причина почему началась и канал изначально у меня был инстаграм слову инстаграм это сайт который запрещен российской федерации но тем не менее если у вас есть желание можете подписаться ник у меня такой же как на ю тубе прям точь-в-точь но опять же напоминаю что запрещен запрещен инстаграм так что до экстремистская организация осторожно вот ну без шуток да в общем то у меня тут вообще отлично все влезло на этот ну все-таки конечно маленький островок но тем не менее я сюда все отлично писалось мне кажется это амфитеатр тоже сюда очень хорошо влез прям по размерам хорошо тоже вот эти вот лавочки сюда добавил больше похоже на какой-то зал каш для проповеди но тем не менее ладно не важно вот у меня еще кстати было дополнение концертов и вы скажете что отлично бы сюда вписался вписался концертная площадка но ребят честно я не нашел у себя эту концертную площадку может быть конечно смотрел не там я смотрел даже через find it в поиске я пытался найти но у меня к сожалению что-то не удалось очень конечно грустно но я постараюсь что-нибудь поискать возможно и заменю часть каких-то объектов на этом островке на концертную площадку потому что сюда она прям ну просят солнце лазистин реально сюда просится потому что там максимально такой курортный туристический островок прям очень круто так же поскольку эта система островов расскажу наверное о своих планов касательно следующих серий ну как планов в принципе следующей серии я уже отснял на тот момент как я озвучиваю это 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 видео в общем-то да небольшие вам спойлеры что будет еще ну не то что будет он уже есть этот остров и наверное если вы были очень внимательны что очень вряд ли потому что господи кому интересно всматриваться в мои видео вот наверно людям скорее интересно ладно никому не интересно слушать шучу короче ближе к сути что заговорился был там остров он достаточно большой но там такой как бы импровизированный вулкан в общем там пригодны для средств территории наверно только лишь половина но это лишь добавляет наверное какой-то какого-то колорита к данному острову и в общем-то я решил его застроить и застроить его прям основательно но так скажу что если те отели те комплексы отелей гостиниц которые мы с вами строили буквально в первой серии я и говорил что это прям роскошный нет это просто такие крутые отели а вот то что будет на том острове это будут прям отдельные крутые лухарь и роскошные резервации буквально разных уровней возможно возможно я хотел я хотел построить второй аэропорт но я не скажу построю я его или нет пусть это будет для вас сюрпризом и возможно опять же там будут разные роскошные магазина ля дольче габбана versace и так далее но это все не точно не точно может кстати написать комментарий хотите ли вы этого или нет потому что ну как бы я не знаю стоит это не стоит делать посмотрим смотрим будем отталкиваться от ваших отзывов очень долго тут кстати думал что поставить то что мне уже просто кончились здесь объекты которые может быть хотя хотя если не просто зайти в объекты мне кажется в через find it можно там что-то найти кстати я вот только сейчас спустя наверное большое количество дней потому что серия записывал 15 апреля уже 5 мая господи почти месяц прошел я сейчас замечаю что большинство трафика по этому шоссе это грузовой трафик и очевидно что то нужно делать все знаете я никогда не умел проследить движение трафика я знаю что есть такая функция где можно следить куда какие машины едут суммарно по статистике но именно как этим с этим обращаться я не знаю нужно верно с этим все таки попытаться разобраться как это все-таки работает и наладить все таки нормально то сушь я семнадцатого года наверное играющие skylines и пора боже познать хотя бы базовые механики мне кажется вот конечно да я попытался первоначально тут справиться с этим трафиком потому что и знать ну я сначала захотел делать кругу это круговое движение но небольшой спойлер не особо оно помогло пофиксить трафик потому что просто большинство трафика красками шло справа и наверх ну это я в общих чертах у нас к дусть с и сейчас смотреть получается с востока на и сейчас то с востока на запад вот ну короче долго долго я пытался придумать что можно сделать ну короче не очень это красиво можно конечно было сделать что-нибудь по симпатичным можно было сделать какой-то тоннель но все-таки я выбрал вот такую небольшую стакаду по крайней мере это на первое время сработало вот главное чтобы наш трафик не перекрещивался нигде чтобы все тоже было все хорошо ну вроде как это дало свои плоды но опять же я очень жду чтобы вы мне написали в комментариях как можно оптимизировать наше движение потому что здесь у нас весь трафик он такой транзитный и его большинство этого трафика не заезжает вот на этот остров на котором я сейчас нахожусь и краски с этим нужно определенно что-то делать и подъездные дороги вот эти вот которые ответвление от главной дороги они тормозят общий трафик я это понимаю но пофиксить это вопрос как делать парой шоссе делать дублер делать второй мост но согласитесь это тупо и как лучше это сделать честно я прям ума не приложу конечно скорее всего мне придется очень много что переделать чтобы у меня прям было все идеально прямо чтобы мне нравилось ну я готов идти на компромиссы поэтому буду надеяться что мы тоже к чему-то все-таки придем но у вас-то я не сомневаюсь а вот в себе очень даже ну то ладно говоря я думаю что наверное нет смысла сегодня показывать что мы сегодня построили потому что все было буквально очень так абстрактно были какие-то minor fixes ну вот эти понимаете типа мы господи как это по-русски сказать мы исправляли маленькие недочеты и построили частный сектор провели маршрута ну как бы наверное это все вот это такая серия подготовки к следующему глобальному строительству которая будет уже ну буквально через пару-тройку дней вот может быть через четыре дня может через пять через пять максимум а сам был urban drew всем хорошего настроения спасибо что смотрели видео до конца всем пока 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 пока